H96 Max 8K Ultra HD, такое громкое название на рукчип 3566, новинка 2021 года на канале Технозон, поехали! Вау! Вы знаете, какой дизайн прикольный? Дизайн действительно неплох. Вот эти вот рубленые края очень сильно напоминают дизайн Nvidia Shield, они так еще, знаете, такой скос сделали, ну вот есть какие-то отголоски, знаете, как прототип и черты прототипа заключены в конечный продукт. Ну вот делали они конечный продукт, делали, опять заморочились с какой-то дебильной иллюминацией, то есть я сейчас включу, смотрите, он включился, включился, ау, да, вот какая-то опять дебильная иллюминация по краям, которые, вот эти дешевенькие светодиоды, и они напрягают, то есть это изначально бред. Что у нас внутри? Cortex-A55 процессор, 4 ядра по 1.8, которые тротлят до 1.41 при максимальной нагрузке, греется он до 82 градусов, есть разные модификации с разной памятью, чтобы понять, какие модификации есть, в описании есть ссылка, и плюс понять, вы сможете там по этой ссылке цену. Есть у нас гигабитный LAN, 5 гигагерц, которые топят охренительно, а вот теперь поехали разбор полетов. HDR выпилили, то есть, знаете, как называется, они смогли. Они смогли настолько, что они не только выпилили HDR, как в HK1R2, то есть была приставка на ROGCHIP 3566, они еще и выпилили управление картинкой, они тоже смогли, при этом при подключении к телевизору LG, я протестировал на 4К 55, при подключении он выводит только до 1080p 50 герц, то есть я вам покажу доказательства, при этом без 24 кадров. Автофреймрейт нет, рут нет, нихрена нет, 2.4 не со всеми роутерами работает, короче, какой-то трешак. Так, постоянно что-то у нас зависает, но, справедливости ради, YouTube работает 4К, 60 FPS, но без HDR, само собой, потому что HDR нет вообще, то есть это просто-напросто получается, знаете, TV-бокс одного плеера. Здесь есть только главный пресс-центр, так называемый плеер, через который вы можете что-то проигрывать. При этом торренты больше 15 гигабайт начинают нещадно тормозить. 4К-каналы IPTV декодируют, но это еще не все. И это TV-бокс, который действительно сделали более-менее нормальный пульт на фоне Китая вообще, потому что это Bluetooth-пульт с голосом, с голосом и с аэромышью. Аэромышь дебильная, она тормозит в том плане, что она вот так вот тебе там, знаете, как очень-очень как-то непонятно дергается, то есть иногда застреет, очень неплавная, не классная. Аэромышь, сам он по себе скрипучий, материалы дешевые, но это все-таки Bluetooth-аудио с аэромышью, то есть не с голосом, а с аэромышью, но как есть. В комплектации больше ничего нет, сама по себе коробка, кстати, красивая, смотрите, достаточно симпатичная. То есть чем красивее коробка, тем хуже TV-бокс, по сути, это я вам серьезно говорю. Ну и судя по нашему описанию этой приставки, вы понимаете, наверное, что у нас будет в резюме. В резюме мы, наверное, ее не будем рекомендовать, но не расстраивайтесь, не ищите какие-то компромиссы на новых порцах. Топ-5 TV-боксов в разных ценовых категориях есть у нас в описании под видео, ссылки на топ-5. Идите, выбирайте там нормальные TV-боксы, с которыми можно работать, на которых можно нормально смотреть кино. Поэтому ссылочки там внизу. Ну а остальное все уже будем разбирать с вами по ходу пьесы. Кстати, 5.1 звука, здесь тоже только DTS ядро, больше тоже ничего мы не смогли получить. Подписываемся, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши самые честные интересные обзоры. Ну а также принять участие в акции, розыгрыше, ценных призов и подарков. Ссылка на условия лежит в описании под видео. Ну а мы переходим. Итак, у нас вот такой вот интереснейший интерфейс, который мы уже видели. 8К Ultra, иди, вверху написано. Слушайте, тут такой момент. Смотрите, заходим в настройки. Ну, кто ж там, защитите телефон, укажите название устройства. Ни хрена это не работает. Потому что это взяли прошивку, которая не оптимизирована для этого ТВ-бокса и забыли это все убрать. Не важно. Отчет об ошибке. Я думаю, что здесь отчет об ошибке надо постоянно отправлять. Итак, настройки устройства. Здесь у нас самое интересное. На первом пункте идет экран. Заходим в экран, видим только HDMI. Заходим в HDMI, заходим в разрешение и видим, что у нас здесь все разрешения. И прям вот от 700, от 480p до 4K 60 GHz. Но вот здесь такой момент. Как только мы его подключили. Это он сейчас на рекордере Razer. Чтобы вы понимали, у меня вот есть Razer Rip Soul. Он поддерживает 4K и он раскрывает эти все частоты. Но как только я его подключил к телевизору LG, то вот вам, пожалуйста, вот такая вот картинка. Та-дам! Мы имеем всего лишь разрешение до 1080p и при этом даже без 24 кадров. И сколько я не бился получить поддержку всех разрешений на лыжи, я не смог. Поэтому я не уверен, как он будет на разных телевизорах работать. То есть мой Razer раскрывает все разрешения по умолчанию. Дальше. Ну, Bluetooth как-никак работает, потому что у нас пульт Bluetooth. И, кстати, за пульт действительно зачет. У него все опции работают. То есть громкость регулируется. И мышь даже бегает достаточно хорошо. И даже голос срабатывает, если нажать. Там раз, два, три. Но только голос здесь какой. Обыкновенный ассистент. И даже кнопку YouTube сделали. Представляете, нажимаешь кнопку YouTube. Ну, у меня такое ощущение, что эту YouTube писали. Ну, давайте выйдем пока. Ай-яй-яй. У меня такое ощущение, что эту YouTube писали вручную. Знаете, кисточкой с красками или с наклейкой клеили криво. И заметьте, что больше в настройках экрана нет ничего. Вот вообще. То есть они даже выпилили регулировку картинки, которая есть на других ТВ-боксах. То есть они смогли. Они смогли это сделать. Они молодцы. То есть X88 Pro 20, он был более-менее. Знаете, там даже HDR как-то проигрывал. Можно было регулировать картинку. Потом следующий, этот HK1R2. Ну, там выпилили стоковый плеер. Не было HDR. Ну, как-то еще работало здесь. Ну, там была регулировка картинки. Здесь выпилили регулировку картинки. Эдит неправильно отправляет на телевизор данные с разрешениями. То есть мы можем. Я смотрю, чем дальше, тем лучше. Вообще, эта компашка H96, это просто какой-то трэш на текущий момент. Если там в 2019 году они что-то еще нормальное делали, то сейчас они делают какой-то лютый трэш. Поехали дальше. По звуку. Ну, звук мы выбрали. Здесь можно выбрать либо декодирование, либо HDMI, битстрим, либо SPDIF. Я выбрал HDMI, потому что у меня HDMI-ресивер. Декодирования здесь нет. Значит, звук мы обязательно проверим. Давайте выбор форматов даже сделаем. Выбираем вручную форматы. Все тут как навыбираем сейчас. Сейчас как нам даст тут звук. Вообще огонь просто. Есть режим энергосбережения, где можно выключать экран. И в More Settings мы вываливаемся. Та-дам! В чистый Android. Вообще, чтобы вы понимали, прошивка, по сути, для планшетов. Для планшетов они просто влепили сюда вот это вот боковое меню настроек. И, честно говоря, не очень. Но знаете, что я вам скажу? Вот нужно быть справедливым. По температуре здесь действительно бокс проработали. Он не греется. Вы видите, мы вывели окошко 51 градус. И мы сейчас в AIDA64 сравним. Сравним именно соответствие температурного датчика. Мы видим, что это сок. Опа! Не соответствует. Он берет из GPU. То есть процессор греется сильнее. А чем же нам тогда выводить? Тогда мы сейчас с вами установим немножечко другой датчик. Если он, конечно же, заработает. Мышь, кстати, рогатая. Мышь рогатая. Вот я пытаюсь ей как-то что-то спозиционировать. Она не бегает нормально. Она вот куда-то уходит. Не туда. Так, вроде бы заработал. Сейчас посмотрим. Разница в датчиках у нас должна быть. Пускай здесь внизу... Не, внизу здесь я сижу. Давайте в эту часть разместим. С вами будем наблюдать за температурой. Само собой, CPU-монитор мы удалим. Но при этом все равно температура держится более-менее адекватно. Да не более-менее, а действительно хорошая температура. Тоже нам вещает AIDA64 о том, что H96. AIDA64, Max RK3566. Имеет 4 гигабайта оперативной памяти. И у нас есть еще 32 гигабайта хранилища. Это такая вот версия у нас минимальная. Центральный процессор. Четыре ядра. Cortex A55. Рокчип 3566. Пу-ду 1,8 гигагерц. Здесь тоже 64 бита. Все потому, что здесь Android 11. За отображение у нас отвечает Mali-G52. Вроде бы все неплохо у нас. Кодеки смотреть нет смысла, потому что они здесь абсолютно стандартные. Слушайте, ну поехали дальше. Попробуем провести CPTT тест, потому что вот видите, записи опять нет. Android 11 и записывать он не хочет, потому что нет доступа к записи на жесткий диск. Вот все очень просто. Мы даже не можем нормально провести никакие тесты, потому что в этой системе вырезано все. То есть я тест остановил, то есть тест стартовал и остановка теста сразу. Такое, знаете, ни о чем. И это говорит о том, что мы должны с вами зайти в Explorer и просто-напросто попробовать скопировать на данный жесткий диск. Чтобы вы понимали, чтобы вы понимали, там все разрешения даны, которые могут быть. То есть доступ к жесткому диску. Давайте пробуем копировать. Окей. И получаем, да, вот мы должны с вами доступ для записи на карту получить. Нажимаем продолжить. Давайте сейчас мы выберем использовать эту папку. Разрешить. Давайте попробуем повторить. И он все равно запрашивает доступы. Что это за бред? Вообще какой-то. Ну, давайте вот использовать. Давайте использовать эту папку. Давайте. Да, разрешаем ему использовать контент. Ну, вау! Есть копирование! Есть копирование! Ёлки-палки! Первый бокс, который смог копировать на 11-ом андроиде. Давайте заменим. Копирует. Все. Получили доступ. Сейчас попробуем CBD-тест провести. Это прям... Прямо они порадовали. Серьезно вам говорю. Вот очень круто. Это, наверное, самое крутое, что есть в этом боксе. После выдачи разрешений CBD-тест вообще не стартует. Жесть какая-то. За что? За что, товарищи китайцы? За что вы нас так не любите? Ладно. Давайте. Спид-тест. Ну... Вот все вот так вот работает. Слушайте, а что? Спид-тест? Ладно, запустился. Тихо. Тихо. Не сглазим. Не сглазим. Должен запуститься. Предоставляем разрешение. Сейчас стартанем. Опять я ест. Сейчас выстрелит. Сейчас подождите. Сейчас выстрелит. Просто будет огонь. А куда пропала моя мониторинг температура? Что за бред? Ну что, стартуем? Стартуем? Давай. И... Ну, неплохо. Неплохо. Молодцы. Да. Вот модуль. Да. Поработали. Поработали. 250 мегабит. На загрузку. Давай. Что там на выгрузку у нас? На выгрузку у нас там провалилось чуть-чуть. Чуть-чуть. Чуть-чуть провалилось. Давай-давай-давай-давай-давай. Я верю в тебя. Я верю в тебя. Подключения в 2.4 у нас начинается. Вот 35.66. Это вот их платформа, которую они выдали. Она не работает со всеми роутерами. Она очень избирательно работает с 2.4 сетью. То есть, смотрите. Раз, сеть отвалилась. То есть, это 2.4. То есть, я должен сейчас искать другой роутер, отличный от китайских каких-то, которые я использую. На которых работают все TV-боксы, даже те, которые никогда ни на чем не хотели работать. И должен пытаться его подключить. Вот с 2.4 вот такая вот проблема. А самое интересное, что он теперь постоянно у меня, видите, подключается к 5, а потом пытается подключиться к 4. Я 2.4 ГГц. Я, ну, нет. 2.4 мы считаем проблемным на таком TV-боксе. Поэтому мы подключаем LANA-J45. 2.4 я не буду специально искать роутеры. Если у него избирательная совместимость с 2.4 роутерами, мы об этом официально, грубо говоря, заявляем. Давайте, поехали. Гигабитный порт проверим. И, ну, давай, стрельни. Ну, здесь как бы все нормально. 900, почти 900 мегабит. Давай-давай-давай-давай. 900. 900. Гигабитный порт. 2.4 нормально не работает. Слушайте, а что у меня на дачу там вот проваливается? То в 5 ГГц проваливалось, а теперь здесь. Хорошо. К сетевым модулям есть кое-какие вопросы. Давайте включим обратно мой transparent monitor. Как-то очень... О, включился. Все, норм. Пускай висит. Слушайте, ну, с температурой данный ТВ-бокс как бы проблем не имеет вообще с перегревом. Давайте троттлинг-тест. Троттлинг-тест обязательная у нас. Дисциплина. На данном этапе включаем просмотр температуры. И стартанем. Пускай развлекается. Та-дам! Смотрите. Скоро закончится через 3 минуты тест. Приставка начала троттлить 1.6 ГГц, несмотря на зеленый график. Она нагрелась до 81 градуса и упала в троттлинг. То есть приставка конкретно троттлит. Ее нужно охлаждать. И то, что тут какие-то более-менее нормальные цифры температуры для рок-чипа, конечно же, не говорит о том, что она нормально работает. То есть мы видим цифры 1.6 сейчас на мониторинге снизу. При этом с 1.6 она только что проклацывала на 1.4. То есть 82 стукнуло, она стала на 1.4. Да-да, 1.41 проклацывает. И при этом зеленый график. Ну, мы на график никогда не обращаем внимания. Мы обращаем внимание на частоты. 82 градуса максималочка. Еще минута теста. Ах-ах-ах. Несмотря на зеленый график. Видите, оно пишет. Не было CPU троттлинга. Прикольно, да? А мы видели реально 1.6 и даже 1.4 до 82, когда нагревалось. И вот так вот. Вот как интересно, господа китайцы. Что-то вы темните, что-то темните. Троттлинг у нее был. Это реально было. Я это видел своими глазами. Весь тест сидел, смотрел. Слушайте, ну да ладно. Системщиной заканчиваем. А сейчас, знаете что, пытаюсь открыть Explorer. Explorer, оно так долго открывает. А что-то жесткий диск отвалился. Почему-то. Куда жесткий диск делся? Он подключен. Давайте еще раз переподключим. Так, включили. Давайте еще раз пробуем. Это начало все жестко виснуть. Фух, какой же ты нудный, ТВ-бокс, а? Вот что-то вот неправильно здесь работает, конечно. Жесткий диск отвалился, он повис. Не понял. Сейчас будем, короче, перезагружаться, ребят. Такое у меня, знаете, на тестах первый раз. Я даже засомневался в своем жестком диске. Давайте перезагружаемся. Сейчас еще раз его включу. Так, загружается. РК 3566. Слушайте, ну это бред. Это бред. Вообще, это расстрельный ТВ-бокс. Вот как по мне. Хотя, ну, ааа, сильнее CPU. Рок-чип 3566. Вы видели эту рекламу? Bluetooth, Voice Remote. Они тут, они больше рекламу запустили. На старте ТВ-бокса это бред. Вообще. Ай-яй-яй. Все, запустился. Ладно, пробуем дальше. Я, честно, приподвис. Давайте мои файлы. О, жесткий диск поднялся. Я как-то не очень понимаю. Эх, ладно, поехали мультимедиечку. Для начала пробуем проигрывание тяжелых фильмов. Давайте, Gemini Man. И тут мы с вами получаем, вот такую вот хрень. Мы получаем отсутствие HDR. Ну, ожидаемо. Они выпилили родной плеер, который единственный проигрывал HDR. Если вы хотите проигрывать с нормальным цветом фильмы, то есть вы сейчас хорошие тяжелые фильмы, вот они, смотрите, с выцвевшими цветами, то есть это выцвевшие, выгоревшие цвета. Если вы хотите, чтобы у вас было хоть как-то, то есть HDR здесь не будет. При подключении к HDR телевизору у вас не будет HDR ни в одном из плееров, ни в коде, ни в каком. Единственное, что у вас конвертирует HDR в SDR, это главный опресс-центр. Вот такой вот они оставили единственный плеер, который здесь более-менее работает. Давайте сразу перемотаем. Вот он. Вот. Здесь нормальные цвета, но HDR нет, есть только SDR. Очень-очень неприятно. То, что он с жесткого диска проигрывает тяжелые фильмы, это плюс. То, как он их проигрывает, это минус. Тест на звук. У нас, получается, запускаем мы DTS для начала через коди. Давайте вообще в коде попроверяем. Повис. Знаете, почему повис? Это DTS Lossless. Это DTS HD. И DTS HD у нас нет. У нас единственный звук, я вам сейчас покажу, как это работает. У нас единственный звук, который работает, это DTS 5.1 ядро. В пробросе. В режиме проброс. Вот у нас сейчас он на ресивере появился DTS. И все. При попытке запуска Dolby Digital он просто вывешивается. Любой плеер вывешивается. То есть в коде он просто вывешивается. Он постоянно крутит, ничего не воспроизводит. А в, допустим, вот сейчас мы пойдем и включим Dolby Digital через, ну, например, через VLC. Давайте. Через VLC. Мы не получаем ничего. Получаем вот черный экран или серый экран и ничего больше. То есть он, у него нет 5.1 звука. По сути. Есть DTS, но это все, что есть. Ну, как бы, я это не зачет. Это не зачет однозначно. По 4К роликам HDR в YouTube. Они проигрываются в принципе правильно. Но, опять же, HDR-а нет. Если вы попробуете включить в Smart YouTube, в Smart Tube Next, HDR, слушайте, а что он так притормаживает? Вроде бы без дропов играет, а вот нет плавности. Он тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. То есть 4К 60 FPS он воспроизводит отлично. И он Connect 258 мегабит. Вот, смотрите. Сейчас я вам покажу. Пульт неудобный. Вот, даже 270 мегабит. То есть, как бы, он воспроизводит 4К 60 FPS YouTube, но без HDR. Само собой, HDR-а здесь нет. При попытке использовать Smart Tube Next с опцией HDR, вы получите выцвевшие цвета. По поводу IPTV. Пробуем с 4К каналов. Давайте. 4К каналы он декодирует. Ну, как мы помним. Ой. А что выцвевшие? Что с цветами? Здесь нормальные цвета. Или это просто один канал такой? Нет. По 4К каналам IPTV у меня вопросов нет. То есть, почему я тестирую на 4К каналах? Потому что, если он декодирует 4К, то мы понимаем, что он декодирует любой IPTV, который вы ему подсунете. То есть, он сможет работать с IPTV отлично. То есть, это единственное, что у него плюс. Это единственный плюс этого ТВ-бокса. Он спокойненько работает с 4К-каналами. Ой, что-то у нас голос вылез почему-то. Ну, ладно. Нам остается с вами проверить. Я не знаю, что нам проверять. Ну, мы можем проверить, допустим, стриминговые фильмы. И проверить потом. Ну, давайте онлайн попробуем воспроизвести. Ну, пускай 1080p. Знаете, это для непритязательного пользователя. А что, виплей на нем не работает? Ну, кто-то не хочет запускаться. Не хочет. Странно. Ну, блин. Ну, как-то. Давайте другой какой-нибудь фильм. Да ладно. Чтобы вы понимали, в этой приставке аэромыш это, по-моему, необходимая вещь. Очень много мест интерфейса, которые просто на пульт не реагируют. Слушайте, виплей у меня не заработал. Обидный момент. Ну, как-то для меня непонятно. Давайте тогда торренты онлайн пробовать. Другого выхода нет. Давайте какой-нибудь 4К. Вон, Thunder Force. Сила грома. О, 4К HDR. Сразу запускаем через TorServe. Матрикс. Сервер запущен. Добавить играть. Оу, пиров дофига. Можно смотреть. Давайте пиры. Загрузка. Скорость большая. Сможем. Через что будем играть? Через что будем играть? Через Vimo. Сейчас мы удивимся. Сейчас стрельнет опять. Вот одна любимая фраза у меня сейчас. Сейчас стрельнет. И такое все выцвевшее. Вообще огонь. HDR. HDR не воспроизводит. Ну, то, что автофреймрейта здесь нет, это понятно. Это понятно, что автофреймрейта нет. Давайте попробуем воспроизвести через главную пресс-центр. Получается, мы фильмы должны с вами смотреть через главную пресс-центр. Насколько она вытянет буфер нормальный. Ну, главная пресс-центр заработала, но почему-то тормозит даже Thunder Force. То есть, это маленький торрент. Его спокойно проигрывают... Ну, давайте посмотрим, может все-таки раздуплиться немножко. Его спокойно проигрывают все плеера. То есть, он небольшой. Ладно, пусть играет, посмотрим. Не, он фрезует. Фрезует. Это на небольшом торренте, елки-палки, а? А где вообще наша температура? Он постоянно закрывает мою температуру. Давайте переместим еще раз. Слушайте, а что же делать с торрентами-то, а? Он что, 4К не вывозит? Да никак он не вывозит, походу. Давайте еще кинотренд запустим. Торрент. Нет, это. Любой другой. Годзилла против Конга. Давайте торрент тоже HDR. Интересная фигня. Не, ну, он не нагревается сильно в простом использовании. Например, те же... Вот 15-ти гиговый торрент. Например, те же самые торренты, там, сколько? 70-73 градуса. Это ни о чем температура. То есть, делать нормальную температуру, даже Bluetooth пульт с голосом заделать. И... Вот такая вот лажа. Ну, давайте пробовать. Пускай проигрывает. Посмотрим. Через главный опресс-центр, чтобы хоть как-то HDR смотреть. 71. Короче, его покупать нельзя изначально. Ну, как бы мы здесь занимаемся, по-моему, какую-то дичью. Мы что-то тестируем, то, что изначально жить не должно. 69 градусов. Ну, пускай проигрывает. Да, 15-ти гиговый торрент работает. И не греется практически приставка. Ну, имеем, что имеем. Ладно. Позвоните, такое мертворожденные боксы. Где наш геймпад? Я просто обязан запустить... Здесь нашел я свой геймсир. Просто обязан запустить чего-нибудь тяжеленькое. Посмотрите, как он с ней работает. Может, кто ее купит для каких-то мега-эдитров. Ух ты ж. Будет интересно посмотреть. Какого YouTube включился? Что это за бред? Я уже уставать начал от этой приставки, если честно. Куда ты загрузку? Давай гонку. Эх-эх-эх-эх-эх. Поехали-поехали. Температура у нас 76 градусов. 75-76. Ну что, поехали. Поехали. Посмотрим, что у нас получится. А играть на ней, в принципе, можно. Cortex-A55, Smolid-G52. Они вытянут такие игры. Они Android TV игры вытянут. Ну, для чего, брат? Для игр это не игровая консоль. Да вообще, приставки, ты вы приставки. Я хотя и рассказываю про игры на них, но я всегда акцентирую внимание на том, что это не игровая консоль. На них не нужно играть. На них нужно смотреть кино. А смотреть кино на этой приставке практически невозможно. То есть, вы можете смотреть, здесь только IPTV, YouTube и WSDR. Все. Больше ничего. Имеем, что имеем. Ну, блин. Асфальт работает. 78 градусов. Но я думаю, что он сейчас начнет троттлить после 80 градусов нагрева. Это вот я прямо уверен. Ну, давай, давай, давай. Поехали. 78 градусов. Давай еще. Поехали. У меня геймпад отвалился. Давай, 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 давай. Не, выше 76 не греется. Все, выходим, резюмируем. Мне этот бокс, он, знаете, вот честно, его даже в руки больше брать не хочу. Все, переходим. Выводы мы категорически не рекомендуем данный ТВ-бокс. Абсолютно не рекомендуем. Если вам интересны ТВ-боксы, то ссылки на топ-5 в разных ценовых категориях лежат в описании под видео. Они актуальны. Выбираем и не морочим себе голову с выбором вот этих вот сомнительных устройств. Но если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет пальца вниз, обязательно подписываемся. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.